Самое время для местных новостей. С вами Каролина Стрельцова. Здравствуйте. Хотим сразу обратить ваше внимание на то, что большинство сюжетов наши коллеги снимали еще до введения режима самоизоляции по коронавирусу. Но зато сегодня у нас есть прекрасная возможность увидеть, как прошла минувшая неделя на Дону. Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Ракелян посетил Красный Сулин, чтобы узнать, как соблюдаются меры по предупреждению распространения вируса. В рамках проверки соблюдения учреждениями мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Донского края Красный Сулин посетил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Ракелян. У нас уборщица в течение рабочего дня также убирают. То есть все есть, если все требуют. Конечно, да. Работа дезинфицирует все. Да, конечно. Хлор подобавляем при мытье пола. У работников на столах есть спиртосодержащие средства, дезинфицирующие для рук. Посмотрели мы МФЦ Красносулинский. Достаточно хорошо организована работа по проветриванию, по дезинфекции. То есть соблюдены практически все меры, прописанные, рекомендованные Роспотребнадзором. Также в маршрутный лист министра по физической культуре и спорту Донского края вошла площадка ГТО, построенная на территории стадиона «Металлург» в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». 1 сентября она должна быть уже сделана с покрытием, подготовлена с покрытием. А вам нужно еще сделать основание, ограждение, освещение. Поэтому давайте, поторопитесь. Да. Планы уже это все разработаны, планы есть на это все у нас. Торопитесь. Планы – это бумага. Ну да. 1 сентября площадка должна быть, а не планы. Леонид Сухенко, Николай Понарин, Дмитрий Соболев. Специально для программы «Время местное». Как борются с вирусом в городском транспорте, видели наши коллеги из Новошахтинска. Общественный транспорт – одно из мест, где всегда много бактерий, где через поручни и ручки бактерии и вирусы попадают на наши руки. В Новошахтинске началась дезинфекция маршрутных такси и автобусов. Все предприятия поочередно будут сюда привозить свой транспорт, чтобы не создавать очередь, как говорится, чтобы они не стояли здесь у нас, и на линии кто-то же оставался работать. Поэтому поочередно будут сюда весь транспорт заезжать и обрабатывать. 150 единиц автотранспорта предстоит продезинфицировать. Обработкой транспорта занимаются специалисты санэпиднадзора. Мы связались с представителем этой службы по телефону. На сегодняшний момент в филиале ФБУ Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области в городе Шахты имеются дезинфицирующие средства. У нас сформированы дезинфекционные бригады. Мы проводим обработку автотранспорта по перевозке пассажиров. Управляющие компании проводят дезинфекцию многоквартирных домов. Это одна из многоэтажек по улице Харьковской. Дом обслуживает управляющая компания «Коммунальчик». Всего у компании 104 многоквартирных дома. Мы ежедневно проводим дезинфекцию всех подъездов первых этажей и раз в неделю по всему дому. Перед управляющими компаниями стоит задача содержать в чистоте подъезда многоквартирных домов, проводить постоянную дезинфекцию помещений, где бывает много людей. В случае нехватки рабочих рук на помощь уборщикам лестничных клеток будут привлечены рабочие других профессий. А вот позаботиться о собственном здоровье мы должны сами. Телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». Как стать вожатым в летнем лагере? Как организовать дело и сплотить отряд? На эти вопросы ответили на занятиях в школе вожатского мастерства, которые прошли в середине марта в Донецке. Как стать вожатым в летнем лагере? Как организовать дело и сплотить отряд? На все эти вопросы можно получить ответы в школе вожатского мастерства, которая проходит традиционно в Доме детского творчества. Наша цель одна – подготовить вожатых, старшеклассников к работе в пришкольном лагере, так, чтобы они могли организовывать с ребятами игры и развлекать их, учить чему-то полезному. Каждый день здесь яркие и насыщенные новые игры, конкурсы, головоломки, разработка собственных квестов, различные батлы. Особая роль отводится вожатым, которые должны сплотить свой отряд и направить в правильном русле. Ты общаешься с детьми, помогаешь им, это очень интересно, и ты набираешься какого-то опыта, ты понимаешь их. Несмотря на то, что у меня никогда не было младших братьев или сестер, я тоже нахожусь это очень интересным, и создавать хорошую атмосферу, приятную для детей, мне кажется, это вот такое мое хобби даже. Хорошего вожатого видно сразу. Это человек, которого не застанет врасплох никакая ситуация, у которого в запасе интересные игры на любой случай, у которого есть ответ на любой вопрос. Сложности есть, когда ты пытаешься что-то предложить, и тут у тебя так много моря идей, дети все говорят, я хочу это, хочу это, хочу это, мне нужно как-то выбирать, мне нужно как-то прийти к компромиссу, так сказать, к чему-то общему такому целостному. Школа вожатского мастерства помогает закалить характер, получить опыт, который во многом пригодится в дальнейшем в общественной жизни. Школа вожатского мастерства – это драйв, это позитив, это хорошие люди, с которыми приятно работать. Для меня это родные люди, с которыми я уже много лет работаю. Это в первую очередь новые знакомства, ну и уже потом опыт. Для меня школа вожатского мастерства – это место, где я счастливая уже много-много лет. Я приветствую любую вожатскую деятельность, поэтому мне только кайф этим всем заниматься. Алексей Масленников специально для программы «Время местное». Тайская жемчужина. Как принимают детей, какой контроль проходят сотрудники детского сада – сюжете, который также был снят нашими коллегами в начале прошлой недели. Воспитатель опрашивает каждого родителя. После они ставят подписи в журнале, что их ребенок здоров, и получают листовки с напоминанием об опасной инфекции и мерах профилактики. Вся необходимая информация о коронавирусе на стендах. Дети отправляются в группы, а там уже медсестра меряет им температуру. Утренние фильтры были и раньше. После приказа Минздрава усилили контроль за состоянием здоровья воспитанника. Отправят на больничный режим и воспитателя, если он почувствовал недомогание и у него поднялась температура. Также я ищу и младшим воспитателям, и поварам тоже самое меряем температуру. Все здоровы. Санитарную обработку помещений проводят каждые два часа. Дезинфицирующими средствами протирают все оборудование в группах санитарных комнатах. Потом проветриваем каждые два часа. И у нас кварцевание еще происходит. Ламп-две обеззараживает каждую группу по графику. Антисептики при входе в здание. Дезинфицируют оборудование на игровых площадках. Детей в саду сейчас меньше. Ученики начальной школы, а их 43 человека, ушли на каникулы. На неделю остались пока дома их младшие братья и сестры. Родителям предоставили возможность самим решать, приводить ребенка в сад или оставить дома. Вернуться они только при наличии медицинской справки. Сезонного всплеска ОРВИ в жемчужинке нет. Семь человек болеют. Из них ларингит, отит. Чтобы учреждение не оказалось в зоне риска, все рекомендации ВОЗ строго выполняются. Родители не оставляют покой. Неоднократно напоминает о коронавирусе и мерах безопасности. Мы ведем регулярную разъяснительную работу среди родителей, среди сотрудников. У нас производственные совещания проходят несколько раз в неделю. Хорошо проинформированы дети и даже готовы показать мастер-класс, как правильно мыть руки. Делаем большой пальчик и другой. Делаем перчатки, смываем. Жемчужинка работает в обычном режиме. Ежедневные прогулки, занятия, все по расписанию. Субботники тоже проводят. Территорию поддерживают в чистоте. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Карантин немного спутал и планы юных сальских велосипедистов. Но ребята не вешают нос, ведь они успели успешно открыть сезон. На региональных соревнованиях по маунтинбайку заработали 6 медалей, а 3 из них – золотые. Их стихия – скорость и ветер. Греют душу награды, заработанные на областном первенстве по маунтинбайку. Отличились Данил Петров, пятикратный победитель первенства Ростовской области, Александр Дорохин и самый юный участник команды – 11-летний Дмитрий Бородаенко. Стаж занятий – полгода. Ребята все старались, тренеры тоже все старались. Команда готова очень хорошо. Ведущие спортсмены прошли подготовку в городе Адлере на учебно-треночных сборах. Сборная велосипедистов Ростовской области каждый год готовится к стартам на Кавказе. Данил Петров и два его товарища накатали 2000 километров по горным дорогам. После Адлера я почувствовал хода и стал, мне кажется, лучше ездить. Вся сальская команда должна была сейчас тренироваться в Анапе, в спортивном лагере. Но поездка не состоялась. Также до 1 июня отложили календарные старты учащихся училища Олимпийского резерва. Домой братья Анухины прибыли на три дня и влились в ряды велосипедистов. Обидно. У нас должны были состояться гонки в Крыму и из-за коронавируса их отменили. Андрей победитель спартакиады учащихся ЮФО. Младший Вячеслав призер спартакиады Дона. В свое время Анухины неоднократно пополняли копилку наград сальской Дю США. Теперь очередь новой смены. Пока есть возможность проводить свои контрольные тренировки. Может быть какие-то маленькие соревнования строим между своей группой, чтобы поддерживать спортивную форму. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Немного проще соблюдать режим самоизоляции нашим следующим героям. Ведь танцевать можно и дома. Студия современного танца стендап в поселке Матвеев-Курган существует сравнительно недавно, с 2009 года. Но несмотря на такой маленький срок, уже неоднократно становились победителями, призерами и лауреатами различных престижных конкурсов страны. Ксения Гапоненко, руководитель студии, рассказала нам, с чего начинался их путь. Я начала заниматься непосредственно руководством коллектива в 2009 году, в сентябре. Мы еще тогда занимались в ЦИДОДе, в Дом пионеров бывший. До этого я занималась брейк-дансом, преподавал Люлин Сергей. А потом некоторые ребята оттуда перешли, ну как бы у меня начали заниматься. У нас был маленький состав, первые 4 человека. Сначала мы даже по конкурсам не ездили, потому что еще уровень был не тот. А потом составы менялись, опыта больше приходило, мастер-классы, всякие поездки на форумы. Я была на различных форумах. И потом начались конкурсы, победы постепенные. Вот таким образом. Сейчас у меня занимается около 70 человек. Но в сентябре их обычно больше, когда у нас набор. Около 100 человек. Потом отсеивается, потому что у нас нагрузка довольно-таки сложная. И дети не все выдерживают. С 14 по 15 марта в городе Шахты проходил открытый межрегиональный батл «Кинг оф зе дэнс», который собрал около тысячи участников из разных регионов страны и ближайшего зарубежья, среди которых были и наши земляки, студия современного танца «Стендап». Оценивали конкурсантов жюри, в составе которого были профессиональные танцоры, а также победитель первого сезона шоу-танцы на канале Тенте Эльшат Шабаев. Впереди у студии современного танца «Стендап» еще много непокоренных вершин. И мы уверены, что благодаря своему упорному труду они с легкостью их достигнут. И тут нельзя не согласиться с воспитанниками студии. Виктория Хруцкая, Андрей Лунев. Специально для «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых мы с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Помните, все проходит и это пройдет. Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. Встретимся во вторник на этом же месте в это же время. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова